Роли и значение КОМИ национального движения в развитии республики. Об этом говорили сегодня участники круглого стола, посвященного 30-летию первого съезда КОМИ народа. В обсуждении принимали участие глава КОМИ Владимир Уйба, представители Госсовета региона, те, кто был у истоков общественного движения КОМИ Войтер, ученые. О том, как все начиналось и что сейчас, расскажет Анастасия Тернина. От съезда к съезду. Эта выставка встречает участников круглого стола и сразу окнает в 90-е. На фотографиях те, кто стоял у истоков КОМИ Войтер. Вот, например, снимки с пятого съезда общественного движения. Сегодня движение КОМИ Войтер продолжает отстаивать права и интересы жителей республики. Дорогие друзья, вы инициаторы и лидеры национального КОМИ-движения. Уверен, что я могу на вас всегда положиться, что вы действительно опора и надежное плечо для меня и для правительства республики КОМИ. И наше сотрудничество будет эффективным, а самое главное, конструктивным для создания наилучших условий для жизни людей в республике КОМИ. Первый съезд КОМИ народа состоялся 11 января 1991 года. Со всех районов и городов республики тогда съехались более 400 делегатов. Были представители Москвы, Санкт-Петербурга, других регионов страны. Вот статьи о первом съезде в газете КОМИ-МУ. Журналисты писали, это первый случай, когда вместе собрались представители народа, власти, науки. С 1991-го в последующие годы было проведено 12 съездов. Каждый имеет большое значение для общественной жизни КОМИ. А первая резолюция стала основной частью правотворчества, что легло в основу Конституции в сфере национальной жизни. Проделана огромная работа, сохраняется и развивается КОМИ-язык, поддерживается социально-экономическая сфера. Работа ведется в отрасли природопользования. Конференции проводятся ежегодно, раз в год. Задачи неизменны. Пусть наш народ живет хорошо. Процветает КОМИ-республика. Живет КОМИ-язык. В разные годы КОМИ-войтер руководили Валерий Марков, Сергей Габов, Галина Габушева. С 2016-го – лидер движения Алексей Габов. Сейчас мы подводим итоги за 30 лет. Наша главная задача – чтобы наши дети и внуки говорили на КОМИ-языке, чтобы завтрашний день был лучше вчерашнего. Итоги круглого стола, посвященного первому съезду КОМИ-народа, в ближайшее время попадут в правительство КОМИ. А пока еще 30-летней истории планируют издать книгу. Анастасия Тюрина, Олег Юшков, телеканал Юрган.